Доброе утро, дорогая республика! Сидели и думали, да, кто начнет, Паша или Даша? Кто хочет сказать доброе утро, в итоге сказали оба. Ну и тем, мне кажется, вдвое радостнее будет для вас, дорогие телезрители. Вы открываете глаза, возможно, кто-то лежит в кровати, кто-то на кухне уже стоит себе завтрак и собирает. В любом случае, день начинайте вместе с утра Якутии. Дарья Анкехова, Павел Танин всю неделю вместе с вами по утрам. Ближайший час будет очень интересно, будем заряжаться на наступивший день. Сегодня у нас очень насыщенный эфир, много полезной информации, интересные гости. Ну и, конечно, мы призываем всех просыпаться вместе с нами и в ближайший час, как сказал Паша, не переключать другие каналы. Ну что, как всегда, забегая вперед, хотелось бы сказать о том, что сегодня у нас интересны такие темы, как мы будем обсуждать, что же такое биткоин, правильно? Ну, очень интересная вещь. Биткоин, на самом деле, не биткоин, мы будем обсуждать, а поговорим о цифровом рубле и в отличие его от криптовалюте, ну и соприкасаясь с новыми технологиями, обратная сторона новых технологий, это, конечно же, что дистанционное мошенничество. О нем тоже поговорим, но уже не в части статистики, а по большей части, что делать, если с вами это, не дай бог, произошло. Поэтому оставайтесь с нами, ну и, как всегда, начинаем наш эфир с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 5 градусов. В Заречной группе 5-9 градусов выше 0. В Южных районах 1-2 градуса со знаком плюс. В Вилюйской группе до плюс 3, в Нижнеленских 6 градусов выше 0. В Западных районах 0 градусов. В Коломо-Нигирской группе улусов до плюс 11, в Янских 3-6 градуса тепла. На Северо-Западе минус 5, плюс 5. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 3 градуса. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 4 метра в секунду. Сегодня днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Порывы ветра ожидаются от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 16 градусов. Ну и прямо сейчас наши коллеги не терпится им рассказать о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Получателями единовременного пособия в связи с рождением ребенка с начала текущего года стали 3137 жителей республики. На эти цели региональное отделение соцфонда России направило свыше 114 миллионов рублей. Поясняется, что с 1 февраля размер текущего пособия при рождении ребенка увеличили на 7,4%. Теперь оно составляет 24 604 рубля. Выплата положена всем семьям без исключения, независимо от уровня дохода и количества детей. Получить ее могут как работающие, так и неработающие родители. К сбору гуманитарной помощи для жителей потопленных населенных пунктов Намского Улуса присоединились Верхневилюйцы. В районе заработал пункт приема в манеже спортивного комплекса «Юсьхогун». Вещи первой необходимости, лекарства, непортищиеся продукты, одежду и многое другое собирают все неравнодушные жители, разные организации и предприятия. Машина с гуманитарным грузом поедет в Намский Улус на этой неделе в четверг. Также много кто перечисляет им материальную помощь в специально открытый счет. Никто не остается в стороне. Надо оказать пострадавшим помощь всем вместе. У нас идет дополнительное обречение от предприятий, организаций и учреждений. Вот, например, первая школа имени Сидора Барахова планирует перечислить денежные средства именно адрес на школе Кадрыкского населения, потому что они, вот, последние годы они активно взаимодействуют. Далее поступило предложение от Управления социальной защиты. Они будут перечислять денежные средства именно пострадавшему работнику социального учреждения данного намского улуса. Скалодром Доксун готовится принять игры «Дети Азии». В спорткомплексе пройдут показательные соревнования по скалолазанию среди семи команд. Всего свои навыки покажут 24 мальчика и столько же девочек. Сейчас на скалодроме идет подготовка двух сборных Якутии по этому виду спорта. В сборных будут принимать участие шесть юношей и девушек в возрасте 14-15 лет. Напомню, что скалодром построили с учетом всех требований проведения международных соревнований. Подготовка идет две смены, так как дети пока еще учатся. Вторая смена занимается утреннее время и вечернее время занимается уже первая смена. Ну, также работа идет и в выходные дни. Ну, скалодром у нас благодаря ранней сдаче подрядчикам мы начали где-то на месяц раньше. Так как у нас ранняя подготовка шла только в пяти школах и детской спортивной школе в селе Бердегистях. И сейчас вот дается два с лишним месяца, чтобы дети почувствовали высокий скалодром. 22 мая все православные отмечают День Святого Николая или иначе Николая Чудотворца. По-другому он еще называется Никольным днем. А у якутиан этот день имеет особое значение, поскольку они считают, что с 22 мая начинается лето. В Николин день в Якутии принято печь оладушки, готовить саламат и обязательно утиный суп. Якуты глубоко почитают Николая Чудотворца, ведь он покровитель простого народа, детей, скота и урожая. Они с большим уважением относятся к Никольному дню и придерживаются традиций, которые перешли им от предков. В музее и центре хамуса народов мира развернулась выставка «Сияние прекрасного света». Выставку приурочили к 35-летию творческой деятельности художника и иллюстратора Саргалана Сунхалыровой, а также Году семьи в России и Году детства в Якутии. На выставке представлено более 50 работ, начиная от живописи, заканчивая стилем аниме. Работы были опубликованы в детском журнале «Колокольчик» и в книгах издательства «Бичик». В каждую работу художник вкладывает целую историю, передает эмоции персонажей, тщательно прорисовывая детали. Выставка продлится до конца мая. Мы очень рады, что именно в нашем музее стартовала выставка «Сияние прекрасного света» иллюстратора художника-модельера Саргланы Егоровны Старостиной Сунхалыровой. С годом семьи и детства на этой выставке экспонированы оригиналы иллюстраций, которые были созданы для детских книг и многое другое. А вот еще одна новость, которая многим показалась шоком. Кто-то, возможно, позавидовал этому человеку, а кто-то посочувствовал. В 2010 году Ласса Хейнс заплатил 10 тысяч биткоинов за покупку двух пицц. Тогда это было что-то около 25 долларов, теперь это порядка 268 миллионов долларов. Да, эта история считается первой коммерческой сделкой с криптовалютой и стала широко известна только в 2017 году. С тех пор 22 мая называется «Днем биткоин-пиццы». Интересный факт. Позже Хейнс признался, что он покупал пиццу за биткоины не один раз и по его оценкам он потратил около 50 тысяч биткоинов. По нынешнему курсу это равняется почти 1,34 миллиарда долларов. Современные технологии используются во всех сферах нашей повседневной жизни, в том числе и финансовой. Сейчас в России проходит тестирование цифрового рубля. Вот зачем же нужен цифровой рубль, как им пользоваться и какие у него преимущества, сегодня нам расскажет управляющим отделением Банка России по республике Сахай-Якутия Антон Коноплев. Доброе утро, Антон Анатольевич. Доброе утро. Ну, первый вопрос, что есть такое цифровой рубль? Потому что, ну, попозже чуть мы затронем тему схожести или расхожести с криптовалютой, но в двух словах, что такое цифровой рубль? Цифровой рубль – это еще одна форма национальной валюты. Все мы знаем, что существует наличная форма, мы ее активно пользуемся. Знаем, что есть безналичный рубль, это наши счета в банках и так далее. И теперь мы, значит, Банк России создали третью цифровую форму национальной валюты и стали одной из тех немногих стран, у которых она есть. То есть будет ли он обязательным? Или это пока на добровольной основе? Цифровой рубль изначально задумывается как добровольная. Каждый гражданин может выбрать для себя возможность открыть кошелек, цифровой кошелек на платформе Банка России и пользоваться цифровым рублем. Или отказаться от этого и не пользоваться. Вот в пользу, допустим, того, чтобы пользоваться, какие преимущества использования цифрового рубля? Или, в принципе, это абсолютно разница никакой нет, каким рублем будешь пользоваться? Каким рублем пользоваться, надо выбирать из тех условий, что наиболее удобно в данный момент. Ну а из таких основных преимуществ можно назвать, это более дешевая стоимость перевода. По сравнению с безналичным, стоимость перевода, которую определяет кредитная организация, то для граждан перевод цифровым рублем будет бесплатным. Мы планируем, что это и сохранится в будущем. Для предприятий, для юридических лиц там тоже есть преимущества. Платежи составят не более чем 0,3% стоимость перевода, 0,3%, что в 10 раз меньше, чем обычный стандартный эквайринг. Это дешевле, в том числе, и перевод, чем перевод через систему быстрых платежей. Ну а если, допустим, простым языком для зрителя объяснить, цифровой рубль где хранится? Это тоже счет в банке или это виртуальный уже какой-то кошелек? Нет, это цифровой кошелек, который открывается по обращению гражданина. Цифровой кошелек открывается только на платформе Банка России. Все операции будут осуществляться тоже на платформе Банка России, а доступ к цифровым кошелькам будет осуществляться по стандартным каналам, через приложение кредитных организаций. И здесь вот еще одно из преимуществ цифрового рубля, что мы можем обращаться через любое приложение любой кредитной организации. То есть если вот у вас есть счета в нескольких кредитных организациях, вы пользуетесь несколькими приложениями, то в случае каких-то технических проблем с одним, вы можете зайти через другой и получить доступ к своим денежным средствам в цифровом рубле через другой канал. Вот вы затронули вопрос, во-первых, меньшей стоимости переводов денежных средств, если использовать цифровой рубль. Сегодня у нас в России есть система быстрых платежей, которая также достаточно выгодна для пользователей. Переводить деньги себе, переводить деньги друзьям, знакомым, родственникам. Чем вот расчеты в цифровом рубле от системы быстрых платежей будут отличаться? Потому что, в принципе, созвучно, что две одинаково удобные вещи. Ну, вот как я уже сказал, то есть эквайринг – это до 3%, 1,5-3% стоимость платежа. В СБП стоимость 0,4-0,7% стоимость платежа в цифровом рубле, бесплатная для гражданина, и до 0,3% для юридического лица. То есть это как бы подешевле. Потом у нас вот есть для гражданина и любого пользователя платформы цифрового рубля вот другой альтернативный канал через любое приложение. То есть здесь получается, что вот такое удобство плюс экономия. Ну, а сейчас такой достаточно, наверное, стандартный вопрос, да. Чем же цифровой рубль отличается от криптовалюты? Ну, от того же биткоина и так далее. Потому что для многих, наверное, жителей республики это, в принципе, такие совершенно неизвестные термины, которые они редко вообще встречают в своей повседневной жизни. но и используют тем более. Вот если четко разграничить, опять же, совершенно вот таким простым языком. Ну, вообще, цифровой рубль принципиально отличается от биткоина. Биткоин, это непонятно, у него нет единого центра эмиссии, и непонятно, кто несет ответственность за стоимость этого биткоина. Цифровой рубль, это имитирует Центральный банк Российской Федерации, и стоимость цифрового рубля, она всегда равна стоимости рубля. Да, и вот вы сейчас приводили пример, что в 2010 году стоимость в биткоинах была одна, а сейчас стоимость биткоина другая, то с цифровым рублем этого не произойдет. То есть что сейчас, что через 15 лет стоимость одного цифрового рубля будет равна стоимости рубля. Ну, и немаловажный вопрос безопасности, конечно, у нас последние годы, да, очень активная история с дистанционным мошенничеством, люди теряют огромное количество денег, статистика неутешительная. Вот цифровой рубль как-то может помочь решить эту проблему? Насколько будут цифровые кошельки защищены, и могут ли мошенники получить к нему доступ? Ну, я бы хотел сказать, что Банк России является разработчиком стандарта банковских операций, он опубликован, и кредитные организации так или иначе им руководствуются при разработке собственных систем, да. При разработке платформы цифрового рубля все наработки, все мнения экспертов, все вот эти вот известные на сегодняшний день технологии защиты были применены, поэтому мы считаем, что защита платформы цифрового рубля беспрецедентная, она самая максимально защищенная. Но в любой самой крепкой стене, значит, существует дверь, если вы отдали ключ от этой двери, да, то вот толщина этой стены совершенно не имеет никакого значения. Поэтому для гражданина и для любого пользователя цифровой платформы остаются те же самые требования информационной и правила информационной безопасности, не сообщать персональные данные, не сообщать коды доступа и так далее. То есть все равно относиться, потому что если коды доступа попадут в руки мошенников, они точно так же зайдут и уже, представляясь вами, получат доступ к вашим счетам и вашим кошелькам. Антон Анатольевич, спасибо большое, что вновь посвятили нас в мир финансовой грамотности. Мы, конечно, надеемся, что наши эфиры, они не просто так, да, проходят, и мы не зря говорим на эти темы, потому что действительно мир не стоит на месте, мы постоянно развиваемся, но и, конечно, мы должны все-таки идти в ногу со временем. Да, совершенно верно. Надеюсь, что наши передачи и выступления очень помогут нашим зрителям. Спасибо. Тоже надеемся. Спасибо. Спасибо. Успехов в дальнейшей работе. Мы продолжаем. Вот разобрались, да, что такое цифровой рубль. Уже, несомненно, часть нашей современной жизни. Я думаю, совсем скоро все где-то погрузимся. Мир не стоит на месте. Постоянный прогресс создает все новые технологии, более сложные умные механизмы. Это происходит во всех сферах развития человека. Вот, Паш, например, знаешь ли ты, что же такое синестезия или кто такие синестетики? Да, я так сейчас только что очень много умных слов говорил, но вот ответ на твой вопрос утвердительно нет, не знаю. Ну, хорошо. Это люди, которые слышат музыку и видят ее цвет, например, да, и им по силам ощутить, каковы слова на вкус. И вот в парфюмерии этот термин также играет огромную роль. Доброе утро. Меня зовут Анастасия, и я мастер по созданию ароматов. Сегодня я вам хочу рассказать об одном очень интересном феномене, о котором, возможно, вы не слышали. Когда-нибудь вы встречали таких людей, которые могут вам сказать, что запах розы, например, очень громкий, или, например, запах дерева как будто шершавый по ощущениям? Этот феномен называется синестезия, и он объясняется тем, что один орган наших чувств передает сигналы другому, и вы можете, например, видеть цвет запаха или, например, ощущать его тактильно. Например, если мы возьмем запах ванили, который всем нам знаком, который очень уютный, напоминает нам о доме, о булочках, о чем-нибудь сладком, и если мы его послушаем, то синестет может четко сказать, что этот аромат бежевого цвета, что он гладкий и, например, тихий. Или, например, возьмем противоположный аромат, это ладан. Ладан может быть для синестета, например, черным. Он может звучать немного так драматично, в тональности, например, какой-то минорной. Это очень интересное явление, и попробуйте проверить себя, своих близких, спросить у них, а какого цвета запах, например, чего-то простого, например, апельсина, и что вам они скажут. Проверьте, синестеты ли вы или ваши близкие. Вот никак не могу по понятию, как можно слышать музыку и определять ее на вкус и цвет. Ну, это неудивительно, Паша, просто ты не относишься к тем самым 4% населения. Вот давай попробуем развить в тебе эти ощущения. Ну, к примеру, какого цвета, по-твоему, могла бы быть такая очень интересная утренняя зарядка? Ну, вот если ты ее представишь в виде какого-то цвета. Не знаю, почему-то кажется желто-зеленая. Ну, не зеленая, прям зеленая, а вот типа желто-салатовая. Ну, пока мы тут пытаемся разобраться в этом чутком мире, мы предлагаем вам сделать несколько несложных, но очень эффективных упражнений с нашим фитнес-инструктором. Доброе утро. Начнем мы с разминки. С разминки начнем рук, кисти, разомнем, хорошенько разогреем суставы. Также разогреем локтевые суставы. Тем самым разогреваем плечевые суставы. Хорошенько разогреем их, разомнем хорошенько. Затем мы делаем развороты в сторону, очередную сторону. Затем мы делаем мельницу. Следующую мы сделаем разминку. Ставим ноги на щене плеч и делаем приседания. Дальше приступаем к упражнениям. Первым делом мы поделываем упражнения на среднюю честь дельты. Возьмем гантельки. У нас руки, получается, находятся в районе кармана. Не уходит ни назад, ни вперед. Делаем именно в районе карманов. И делаем отведение. Тем самым стараемся локоть ввести вверх. Пускаем вниз, внизу не расслабляем. Подъем, плавно пускаем вниз. Подъем, плавно пускаем вниз. Таким образом делаем 3-4 подхода по 10-12 повторений. Следующее упражнение. Возьмем мячик. Можно волейбольный, можно баскетбольный. Ставим перед собой. Это работа над передней частью дельты. И поднимаем перед собой. Раз. Два. Таким образом также делаем 3-4 подхода по 10-12 повторений. Следующее упражнение сделаем на грудную часть. Это отжимание. Становимся в планку. И делаем отжимания. Спина у нас ровная. Таз не проваливаем вниз. Плавно опускаемся. Плавно поднимаясь. Следующее упражнение сделаем на пресс. Скручивание. Соединяем верхнюю точку с нижней точки. Ложимся на коврик. Не поднимая корпус, делаем скручивание. Верхнюю точку с нижней точкой. Таким образом мы делаем 3 по 20 повторений. Следующее упражнение мы сделаем с бодибаром. Ставим ноги на сне плеч. И делаем приседания. На этом мы закончили. Хорошего дня. Любовь к регулярным занятиям физической культуры и спорта начинается с раннего детства. Именно в этом возрасте у детей закладывается фундамент здоровья, формируется характер и устойчивая привычка заниматься спортом. В городе Мирнене недавно прошли интересные мероприятия. Подробнее в материале наших коллег. На 42 вопроса из 50 правильно ответила семья Дульневых из Мирного и стала победителем районного квиза. В Алмазной столице впервые прошла интеллектуальная развлекательная игра «Мама, папа и я. Счастливая семья». 12 семей из Мирненского района отвечали на вопросы по пяти направлениям. Литература, кулинария, мультфильмы, мужские вопросы и известные семьи. Да, решили немножко отвлечься от спортивной темы и попробовать интеллектуальные такие мероприятия. Мы уже проводили такое мероприятие для наших отцов. Это было очень интересно, весело, поэтому мы решили такой формат попробовать теперь для семей. Районный квиз приурочили годы семьи в России. Также 1 июня семьи с малышами могут участвовать в гонке ползунков. Для детей до года в спортивной школе Мирного пройдут соревнования по ползанию на четвереньках. Забавное мероприятие, конечно, но вот кто точно в эти дни ползает на четвереньках, так это садоводы и овощеводы. Ведь на дворе май это разгар дачных работ. Все-таки я считаю, что не мы для дачи, а дача для нас. Именно она должна улучшать нашу жизнь, а не наоборот. Полгода мы работаем, а потом все вбухать в условные 10 килограмм помидор. Поэтому давайте учиться, как можно сэкономить на своем любимом приусадебном хозяйстве. Например, на грядке. Иннокентий Аполлонович, почему у вас так много сена в грядке? По сути, весной все грядки должны быть уже с почвой, а я вижу у вас полную грядку сена. Делается это в целях экономии. Трава – это тот же самый навоз, но еще не переработанный коровой. Свеженький, свеженький такой. В нем гораздо больше питательных элементов, необходимых растению, нежели в навозе. Навоз – это вот животное пропустило через свой организм, кишечный трак, все самое лучшее уже взяло. А отбросы – это навоз. А трава? Трава – это заготовлено в прошлом году. Вот, на берегу озера. В основном это осока. Один из видов осоки. Ну, достаточно хорошая трава. Мы ее скосили. Скосили. Сюда набили в будущие грядки. Поверх этого, поверх этого, тонким, ну, в среднем двухсантиметровым слоем мы положим конский навоз. Угу. Два сантиметра. Два сантиметра. Это чтобы растение быстрее стало питаться. Не ждало, ждать того времени, когда вот эта вот все трава перепреет, да? Потом сверху ложится 5 сантиметров речного песка, 5 сантиметров растительной земли, чернозема. Чернозема. Все это смешивается 12 сантиметров. И этих 12 сантиметров достаточно для всех огородных растений. То есть для моркови, для свеклы, для помидоров. Вот эта вот трава, она хороший субстрат для роста корнеплодов. Оно мягкий субстрат, да? То есть это для нашей свеклы и моркови? Вы видели мою морковь, да? Морковка вот такая. Вот такие моркови, да, вырастают. Во многом из-за того, что у меня под грядкой лежит слой травы. Вот он секрет. И почва, она твердая же. Да. И растение определенную нагрузку испытывает. Много затрачивает энергии. А тут траву, оно легко забуровливается. Да. Мы сейчас посмотрим, готовый вариант, да, у вас есть? Вот мы видим, да? Очень высокая грядка. Я это сделал потому, что я близок к озеру, да? Жидкость. И тут нету субстрата, как в этом участке. И, следовательно, мы почти метровый слой сена положили. Метр? Метр, ага. Ну да, мы видим, вот он. Сверху, вот песок, да, 5 сантиметров, а под ним вот конский навоз. То, что я рассказывал. Ага. Осталось внести сверху 5 сантиметров земли. И уже можно высаживать и капусту, и морковь, и свеклу. Ну, то есть это больше для корнеплод. Вы знаете, ты ощущаешь такую невесомость, да, все-таки? Ага, некоторая зыбкость. Да, да, такая, знаете, проваливается. Морковь, морковь, она будет вбуравливаться туда. Я получу, наверное, вот такие моркови. Продолжаем наш утренний эфир. Сегодня во многих домах жителей Якутии долгожданный праздник. 22 мая в Николин день по якутскому календарю наступает лето. Какие традиции и обычаи чтят в этот день, узнаем далее. 22 мая все православные отмечают День Святого Николая, а по-другому Николин день. У народа саха этот праздник также имеет особое значение, так как с этого дня после долгой и холодной зимы начинается долгожданное лето. Природа пробуждается после долгой зимней спячки, все вокруг начинает оживать и расцветать, а воздух наполняется надеждой, свободой и новым началом. Поэтому якуты очень любят и ждут этот праздник, и готовятся к нему с особым трепетом. Именно в этот день никуда не ехать, что всем вместе делить этот праздник, ставить свои какие-то задачи, планы на лето, на осень, на целый год. За день до Николиного дня затевали генеральную уборку, сжигали прошлогоднюю дрову и избавлялись от всего ненужного, тем самым проводя обряд очищения и готовясь к новому началу. Ведь Николин день у народа саха символизирует Новый год. В этот день, заезжая в летние дома, оладушки готовили, утки ели специально для этого праздника, заготовленные, отстрелянные мужчинами. Также по традиции в этот день было принято выезжать на природу, украшать деревья соломой и окроплять землю кумысом. Именно в этот день окропляют кумысом, соротом, мучными продуктами, молочными, что есть. И они быстро растут, подкрепятся, и будут огромные, огромные. Потом будет много птичек, много цветов, придет лето. Для якутов огонь является не только источником тепла и света. Почитание духа огня – одна из традиций народа саха. Поэтому и в этот праздник одним из важнейших ритуалов было приготовить обрядовую пищу, развести огонь и угостить духов. Дух огня – самый сильный дух. И зимой, и летом, и весной, как только какие-то мысли идут в голову, какие-то планы, что-то надо делать, строиться или что, обязательно разговаривают духом огня. Обращаются лицом на восток, к огню на коленях. Традиции, соблюдаемые в празднике, похожи на некий цемент, скрепляющий нас в единое целое. Поэтому так важно помнить о родовых традициях, ведь в них наша сила и наша философия. И именно через них мы постигаем мир и получаем собственное видение. Илана Захарова, Станислав Потапов, Якутск. Якутское лето наступило. С чем вас мы и поздравляем. В эти выходные погода обещает быть теплой и солнечной. И мы предлагаем вам посетить наш любимый зоопарк, где все уникальные постояльцы уже проснулись после долгой зимы и готовы вновь радовать всех гостей. В зоопарк животные в основном попадают, если у них есть травмы или если нашли детенышей от них. Например, птицы с повреждениями крыльев, которые никогда больше не смогут летать. Первые встречают скоршуны. Тоже поступили к нам по реабилитации. То есть это птицы, которые не могут летать. Они с ранениями, с травмами крыла, как вы видите. И один из них уже, как сказать, Аксакал зоопарка. Уже с самого возникновения зоопарка живет здесь. Зоопарк является членом Союза зоопарков России и работает по многим программам. Например, все журавли по программе сохранения редких видов журавлей Евразии. По данной программе улетает, то есть мы отправляем японского журавля в Муравьевский парк устойчивого развития этого морского области для формирования новой пары. Зоопарки также работают над тем, чтобы восстанавливать редкие виды животных и в природе. В природе все взаимосвязано. Например, популяция одного вида напрямую зависит от популяции другого вида. Так, некогда краснокнижные рысь, благодаря зайцам-белякам, уже не в списке красной книги. Потому что численность рыси зависит от численности зайцев. Так как это их основной вид питания. Кстати, зайцев-беляков в зоопарке разводят еще и для естественного пропитания волков, рыси и других хищников. Ну и главные звезды зоопарка – это семья белых медведей. Ломоносов, Коломана и их медвежат Абвилюй и Яна. Медвежатам исполнилось пять месяцев. Примерно до двух лет они будут с мамой. Потом решится их дальнейшая судьба. Коломана очень хорошая мама. Окружает любовью и заботой своих медвежат. Если медвежата спят, и в это время посетители шумят, то она смотрит на них строгим взглядом, мол, не шумите, дети спят. По характеру медвежата разные. Яна более активная. Она была шустрее всегда с девочкой с детства. Впервые как бы выглядывала из берлоги. Чтобы она от лосо не бегала, она ее на крышу сажала туда. Потом, когда вышли сюда тоже, она быстро освоила территорию. Вилюй более медлительный. Всегда спит рядом с мамой, ближе держится к ней. Учится у сестры, как кататься с горки и плавать. Они маму сажают, она сидя обычно их кормит. Помимо белых медведей, есть еще и бурые. Их тоже нашли в лесу, когда они остались одни. Медведица попала в капкан, и этот шрам остался на всю жизнь. Делали операцию в Якутске. И место, где шов, луковицы сами погибли, волосяные, сухожилие повреждено. Тигрица Анюта – своенравная натура, как и все кошки. Может и не выходить на публику. И каждый раз люди гадают, будет ли тигр на этот раз. Ведь это один из главных животных в зоопарке, на который приходят посмотреть. Нам повезло, и Анюта вышла к нам. А зовут ее Анюта по традиции предков. У них там в Красноярске такая традиция называть растительными именами. Потому что это парк флоры и фауны. Папу зовут кедр, маму – ирис. Овцебыка Гогу нашли в 2017 году в Аннабарском улусе, пятидневным теленком. И он вырос и живет в зоопарке. За ним ухаживал чаще всего Николай Максимович. И овцебык воспринимал его как маму. Бегал всегда за ним и любил обниматься. Наталья Владимировна посвятила Гоге стихотворение. Кругом снега, и трудно выжить в непогоду. Кругом, как будто западня. Где им найти бы хоть кусточек березки или тольника. Копытцем слабым бьет теленок ослепшего овцебыка. Судьба суровая в той тундре, ждала его, не выжил он. Но был и радостный здесь случай, малышку в тундре разглядел. Совсем малой, пять дней от роду, один лежал среди снегов. И богом человек был послан, и был спасен он от врагов. Теперь живет он в зоопарке, за ним глядит целый отдел. Ночует вместе с киперами. Не зря сюда он прилетел. Кругом трава, и солнце светит. И каждый рад потеребить. А овцебычка по кличке Гога, теперь ему здесь долго жить. Вот так зоопарк для многих животных стал родным домом. Работники им заменили родителей. Айлита Стручкова, Георгий Григорьев, Якутск. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Специалисты Центробанка, Росфинмониторинга и ФСБ скоро определят способы дистанционной идентификации личности, которая позволит открыть счет или вклад в банки без посещения офиса. Как стало известно из текста документа, условия проведения идентификации будут определены в программе эксперимента, утверждаемой Актом Банка России по согласованию с Росфинмониторингом и ФСБ страны. На данном же этапе говорить о конкретных способах дистанционной идентификации и рисках, связанных с ними, преждевременно. В колледжах Якутии начался основной этап демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования. Всего в республике проведут 192 экзамена на базе 36 образовательных организаций, где примут участие 37 колледжей всех форм собственности. Выпускникам предстоит продемонстрировать свои навыки и умения, полученные во время обучения. Например, повара должны приготовить определенную пищу, педагоги провести занятия, а сварщики – сварку металла. Результаты экзаменов будут оценивать более тысячи обученных независимых экспертов. Все они представляют интересы работодателей и охватывают все сферы экономики. Напомню, что выпускники-стобальники получат по 100 тысяч рублей. Как правильно идти на риск и что делать со страхом начинающим или будущим предпринимателям, рассказали мирненской молодежи. В Алмазной столице провели профориентационную встречу предпринимателей со старшеклассниками образовательных учреждений. Встреча стала отличной возможностью для школьников сформировать понимание о ведении предпринимательской деятельности, вдохновиться на реализацию своих бизнес-идей в будущем. Ребята получили знания и опыт, которые позволят многим из них стать предпринимателями или определиться с любимым делом, а возможно и в будущем найти себя в профессии. Это в целях профориентационной работы и в том числе пропаганды предпринимательства. Достаточно сейчас активно, широко развивается предпринимательство в целом по России и также в Миринском районе. И хотела бы отметить, что это мероприятие у нас проводилось совместно с движением первых. Классика может быть нескучной и понятной массовому зрителю. В этом уверены артисты и постановщики русского драмтеатра. Труппа готовит постановку поэмы Русланы Людмиловны в новом формате славянского фэнтези. Премьера спектакля запланирована на 6 июня, день рождения русского классика Александра Пушкина. Зрители ждут боевые сцены, яркая сценография и световые проекции. Особый акцент делается на костюмы для всех актеров. Их делают вручную и буквально с нуля. Сама поэма Александра Сергеевича достаточно взрослая. Несмотря на то, что ее изучают в начальных классах, она, во-первых, по объему достаточно огромная. Плюс темы затронутые далеко не детские. Можно было бы назвать, конечно, это взрослая сказка, но в наше время взрослая сказка воспринимается, может, даже вообще никак не восприниматься. То есть мы адаптируем все-таки ее в славянское фэнтези. Встречи без галстуков, обмен опытом и важные деловые контакты. В республике проходит ежегодный региональный турслет. Мероприятие объединило представителей сферы туризма и гостеприимства для обмена опытом, обсуждения безопасности и подготовки к летнему сезону, а также продвижения туристического потенциала Якутии. В программе форума деловые мероприятия, мастер-классы, тренинги, соревнования и конкурсы. В слете принимают участие свыше 80 предпринимателей. Отмечу, что сам слет проходит уже в третий раз. У нас есть командные состязания после обеда на команде образования, чтобы предприниматели с собой знакомились и определиться победителем нашего турслета. Также у нас сегодня участвуют и участники, которые участвуют и третий год подряд. Есть у нас также сегодня спикеры в рамках деловой программы, которые ранее участвовали два года подряд и сегодня уже в качестве спикеров. То есть они этот опыт нарабатывали. И в основном наша сегодняшняя деловая программа, которая идет сейчас, она направлена в первую очередь на подготовку к летнему сезону. Сегодня будут у нас мастер-классы по оказанию первой необходимой помощи при работе на водных объектах для сплавов и так далее. К этому часу это все новости. Эфир телеканала продолжит программу «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. И мы продолжаем наш утренний эфир. Великий Аристотель говорил, здоровье – это не все, но все без здоровья ничего не стоит. Очень многие вещи в жизни важны, но здоровье – это то, что поддерживает все остальное. Без здоровья мы не можем наслаждаться многими вещами, которым уделяем внимание. Поэтому профилактика заболеваний является приоритетом для многих людей. Доброе утро. К сожалению, четкая система профилактики для большинства онкологических заболеваний до сих пор не разработана, так как до конца неизученными остаются сами причины и пусковые механизмы развития онкозаболевания. Несмотря на отсутствие четких данных о причинах развития рака, для каждого отдельного заболевания прослеживается множество связей с факторами, способными его спровоцировать. Так, среди курящих людей в несколько раз повышен риск развития рака легкого, самого распространенного и одного из наиболее опасных онкологических заболеваний. Считается, что 15 выкуренных сигарет приводит к одной мутации, чаще всего безвредных, однако чем больше человек курит, тем больше появляется вероятность перебрести это злокачественное новообразование. Кроме того, курение является фактором риска развития многих других онкологических заболеваний. Но чтобы значительно снизить риск развития злокачественных новообразований, достаточно принять несколько простых правил. Это все то, что входит в понятие здорового образа жизни. Отказ от курения, борьба с избыточным весом, регулярные занятия физической культуры и спорта, диета с ежедневным употреблением растительной пищи, молочных продуктов, ограничением потребления красного мяса, отказ от чрезмерно жирной и острой пищи, регулярное прохождение профилактического осмотра, и обследование в соответствии с возрастом и группой риска. Разработка программ ранней диагностики и скрининга является одним из приоритетных направлений профилактического здравоохранения и позволяет значительно улучшить результаты лечения. Под скринингом подразумевается набор диагностических методик, легких в применении, не требующих больших временных и иных затрат, при помощи которых возможно регулярно проводить эффективные информативные обследования большим группам населения. К одному из наиболее активных методов ранней диагностики и профилактики и злокачественных новообразований относятся профилактические медицинские осмотры населения, диспансеризация. На календаре 22 мая. В этот день наши предки не закрывали наглухо окна. Считалось, что именно в этот день в дом обязательно должны попасть яркие лучи солнца, которые одаривают в этот день живущих в нем счастьем и удачей. Поэтому смело сегодня открываем жалюзи, шторы и смотрим программу «Утро Якутии». А какие же праздники отмечают сегодня в республике, в стране, да и в мире в целом узнаем далее. На календаре 22 мая. Сегодня Международный день биологического разнообразия. Всероссийский день бассейновой индустрии. А в Якутии отмечается День Сайлыка. По народному календарю Никола Вешний. С Николой крестьянская жизнь постепенно шла в гору. Устанавливалась теплая погода, домашним животным хватало свежей травы, коровы и козы давали больше молока. А потому можно было не беспокоиться о том, чем накормить семью и скотину. Да Николы крепись, а с Николы живи, не тужи, подмечали в народе. Этот день в истории. Основан Новодевичий монастырь в Москве. Этот день также считается днем основания Третьяковской галереи. Изобретен тюбик для зубной пасты. 22 мая основана Международная федерация кинологов. А в Советском Союзе учреждена медаль «Серб и молот» – знак отличия героя социалистического труда. В этот день родились Рихард Вагнер – немецкий композитор, дирижер, теоретик искусства. Артур Канандуйль – шотландский английский врач, писатель. Никита Богословский – советский российский композитор, пианист, дирижер, народный артист Советского Союза. Зоя Корнилова – государственный политический деятель, кандидат экономических наук. Евгений Мартынов – советский эстрадный певец, композитор, музыкант. И Владислав Михайлов – цирковой артист, заслушанный артист Республики Саха-Якутия, отличник культуры Якутии. Именины сегодня отмечают Акулина, Василий, Гаврил, Дмитрий, Иосиф, Николай и Семен. Сегодня свой юбилей отмечает Зоя Афанасьевна Корнилова. Она родилась в селе Кылах Алёкминского района Якутской ССР. В 1961 году окончила Новосибирский институт советской кооперативной торговли. Прошла путь от рядового преподавателя кооперативного техникума до заведующей сектором Института экономики комплексного освоения природных ресурсов с севера Сибирского отделения Академии наук СССР. Является первой в Якутии женщиной, получившей ученую степень кандидата экономических наук. В 1990 году победила на первых альтернативных выборах депутатов Верховного Совета РСФСР. В Верховном Совете РСФСР была председателем комиссии Совета национальности по вопросам социального и экономического развития автономных республик, областей и округов малочисленных народов. В 1995 году была избрана депутатом Государственной Думы Второго Созыва. В марте 2020 года на дополнительных выборах в Илтумен по Покровскому избирательному округу одержала победу. Депутаты Палаты, представители Государственного Собрания Илтумен выбрали ее председателем комитета по природопользованию и проблемам Севера, Арктики и малочисленных народов. За успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов награждена в 1968 году медалью за трудовое отличие. В 1991 году ей присвоено звание заслуженный экономист Российской Федерации, также является почетным гражданином Алёкминского Улуса и Республики Саха-Якутия. Вас взломали мошенники. Как себя вести при этом? Куда необходимо обращаться? Что же можно сделать самостоятельно в первые секунды взлома? На все эти волнующие вопросы нам ответит эксперт по кибербезопасности с 15-летним стажем Антон Ломакин. Антон Сергеевич, доброе утро. Ну, первый вопрос, да, как уже озвучено было, что делать, если вот ты понимаешь, что тебя взломали и что-то происходит неправильное? Самое важное в этот момент перестать беспокоиться, нервничать, потому что основная цель взломышленника – это вести вас в специальное психологическое состояние. Они используются инструменты социальной инженерии, подчас вводят нас в страх, либо используют жадность, либо еще другие какие-то элементы. Нужно успокоиться и последовательно действовать, открыв, например, специальные инструкции, либо если у вас есть опыт, следовать последовательно, например, позвонить в техсупорт мессенджера или написать, есть специальные кнопки, либо позвонить оператору в банк самостоятельно сбросить звонок, потому что зломышленники в целом следуют порядку действий, чтобы вас не отпустить со звонка, постоянно держать в психологическом стрессе, чтобы вы не смогли подумать, что происходит, плохо это или хорошо, поэтому в первую очередь нужно успокоиться, конечно. Антон Сергеевич, ну вас лично я ждала с таким огромным прям вниманием, с трепетным ожиданием, потому что я хотела бы рассказать зрителям о том, что именно я совсем недавно была подвержена вот этой атаке. То есть хочу сказать, что ни на какие ссылки я не переходила, ни какие там звонки я не принимала, никакой код подтверждения никуда не вводила, но мой WhatsApp мессенджер был взломан, и оттуда велась переписка. Вот что произошло в моем случае, потому что говорить о профилактике, мы говорим, а вот что сделать, мой телефон начал сходить с ума, вот честное слово, просто это была какая-то атака и смс-сообщениями, и телеграм-канал, но вся работа велась в WhatsApp. Вот как, с точки зрения вашей специальности, вот весь этот процесс называется? Ну это спирфишинг называется, это целевая атака, то есть вы, возможно, были выбраны не случайно, так как медийная личность, соответственно, у вас есть некие подписчики, объем подписчиков, через которых можно вещать там злонамеренную информацию, соответственно, действия заключались в завладении вашими мессенджерами, либо социальными сетями, и посредством завладения мессенджером и телефоном, переход к социальным сетям, там порядок действий последовательно, действительно, это уже прибыло массовый характер, последние три года ежегодно на 200-300% увеличивается рост преступлений в сфере ИКТ, и это колоссальный рост, к сожалению, это старшее поколение, 30+, дети, слава богу, видать, они в этой среде цифровой растут, и поэтому у них некая прививка, возможно, есть, они, нет доверия всему, что говорят, пишут. К сожалению, ко всему подготовиться нельзя, это только повышение осведомленности вопросов кибербезопасности, нужно делать обязательно во всех мессенджерах, где это возможно, двухакторную аутентификацию, через SMS, через электронную почту, мы, компания по кибербезопасности, конечно, проводим мероприятия по повышению осведомленности сотрудников компании, госучреждений, но, к сожалению, физических лиц не проводим, поэтому придется самостоятельно это делать. Так вот, я слушаю эту информацию постоянно на утренних эфиров, но когда они уже в моем телефоне, они пишут от моего имени, просят денежные средства, причем сумма, я скажу, там немаленькая, да, 52 тысячи, и с пометкой на то, что мне нужно это на кухню. Тут на самом деле такой момент, да, вот, и говоря, что вот, мне потому что тоже приходило это сообщение. Паша, я просила денег. Я не знаю почему, но я как бы подумал, где же ты нашла кухню за 52 тысячи в наше время, и сразу понял, что что-то неладное. У меня была аналогичная еще ситуация, от знакомой приходило сообщение, говорит, я купила плиту, 160 тысяч она стоит, мне вот 57 не хватает, чтобы нужно отправить установщику. Я думаю, ты там что, ресторан открываешь, 160 тысяч плита, то есть даже если, как бы, мы говорим не про того, кого взломали, а когда вам пишут подобные сообщения, вы вчитаетесь и немножко аналитику проведите. Ну, допустим, смотри, самое главное, что в моем телефоне переписки велись, я пыталась ответить этим людям в WhatsApp, мои сообщения тут же удалялись, и поверх них накладывались их сообщения, тем самым я поделать точно ничего не могла. Я растерялась, начала закрывать телефоны, отключать, включать, это не работает, да, я просто потеряла время. Что правильнее я должна была сделать? Ну, в первую очередь обратиться в техподдержку. Бесполезно, но пока ты в WhatsApp обратишься, напишешь письмо. Я там очень быстро реагирую, к сожалению, это не единичный случай, поэтому они действуют очень быстро. И вы не единичный человек, которого атакуют, и они очень быстро реагируют на взломы. Ну, в первую очередь нужно заново аутентифицироваться, то есть сброс всех устройств отключить, подключенных, зайти, убрать все, удалить устройства и заново авторизироваться в WhatsApp, например. А, то есть выйти из аккаунта и зайти заново? Да, там же авторизация через телефон, через SMS, и, соответственно, все остальные устройства автоматом выйдут, и вы зайдете в Telegram, примерно та же схема. Просто нужно понимать, что мы, например, как мы проводим это с компаниями. Сейчас вы получили прививку своего рода, то есть в близкий круг окружения вы уже объясните порядок действий, как спокойно, в следующий раз вы уже будете более спокойно себя вести. Мы примерно так же ведем киберучение в корпоративной среде. То есть мы отправляем SMS, мы отправляем email, специальные сообщения под видом всяческих рассылок в виде скидок, в ближайших кафе, либо на то, что нравится человеку, мы изучаем информацию о нем. Вот мы так и делаем, в принципе, ко мне из-за кухни обратились, я не знаю почему, да? То есть они узнали возможность, в чем я нуждаюсь, я же там не попала в аварию стандартной, да, вот эти механизмы там, или там у меня родственник заболел серьезно, да? Они выбрали определенную, то есть они в моем телефоне были давно, я так понимаю, да? Но они в средний срок от 15 до 18 месяцев взломанных устройств вообще в целом. Да вы что, то есть они у меня уже год были в телефоне? Ну, у вас конкретно не знаю, это средний, то есть вопрос-то в чем, смотрите, тут же раньше стоимость взлома стоила 10 тысяч долларов примерно, сейчас это 100 долларов, это практически бесплатно, любой школьник, используя там инструменты, может это сделать, и имеет доступ в интернет. А как понять, что они в моем телефоне еще или нет? Никак? Ну, первых признаков, к сожалению, нет, но это стандартная разрядка, непонятные фоновые приложения, которые открываются, там всплывающая реклама у детей обычно бывает. Обязательно там не пользуйтесь никогда публичным Wi-Fi, потому что публичный Wi-Fi, очень часто есть злонамеренные точки, вы подключаетесь, все пароли социальных сетей, банков, которые... Собираются, потом используются. Да, да, ущербы колоссальны во всем мире, а, к сожалению, кадров квалифицированных по информационной безопасности не хватает. Не хватает. Спасибо большое, Антон Сергеевич, я думаю, ваша полезная информация сегодня будет актуальна, да, ну и, конечно, многие телезрители возьмут себе на заметку, потому что, ну, мы знаем, что делать, чтобы себя обезопасить, но вот когда все-таки случилось, мы не знаем дальше, как действовать. Да, спасибо. Вот мы стали знать чуточку больше, спасибо еще раз. Спасибо. Пожалуйста. Ну, действительно, мошенники сегодня сложные рядом, и надо быть внимательным, порой создается ощущение, что от них не убежать и не скрыться вообще. Бежать-то уж точно не получится никуда, разве что только до участка полиции. Ну, тем временем, наш эфир медленно, но подходит к концу, и сегодня мы решили отправиться с вами на шоппинг вместе с нашим стилистом, чтобы правильно выбрать удобную и стильную обувь на лето. Доброе утро, меня зовут Люба Платонова, я стилист и персональный шоппер. Уже буквально через неделю в Якутске наступит жара, и лето станет полноправной хозяйкой, поэтому мы сегодня поговорим про обувь, которая нужна именно на летний период. Любая открытая обувь незаменима в самую жаркую погоду, ну и желательно, чтобы она была максимально комфортной. Выбирайте натуральные ткани, и это могут быть кожа, тканевые, но все-таки в нашем Якутске лучше выбирать кожные изделия. Сейчас очень актуальны такие вот, по сути, как тапочки, в них максимально комфортно, они легкие, цвета могут быть абсолютно любые, но выбирайте, опять же, базовые, черные, белые, бежевые, какие-нибудь природные оттенки, чтобы они максимально сочетались с вашими нарядами. Я бы хотела еще отдельно отметить тренд на открытую обувь, это такие вот сабо, это хорошо для тех, кто хочет, допустим, визуально прибавить себе немножко роста, и при этом они будут комфортны за счет того, что здесь нет каких-то ярко выраженных каблуков. Цвет, кстати, такой правильный оттенок айвори, он не такой яркий белый, который не всегда будет актуален и уместен, а вот именно такая, как слоновая кость, немножко с бежевинкой, эти цвета будут смотреться хорошо всегда. Еще один тренд, который вернулся к нам из прошлого, это вот такие вот плетеные мотивы, эспадрильи, как их раньше называли, смотрятся тоже прекрасно, приятно, особенно где-нибудь в курортном городе. Если вы заметили тренд, то сейчас либо актуальны какие-то маскулинные, немножечко такие, как будто мы забрали у нашего отца или мужа тапки, либо же, наоборот, максимально женственные, такие легкие, максимально такие нежные, вот такие вот разные формы. Формы, цвета, опять же, могут быть абсолютно разные, хорошо будут сидеть на девушках стройных, маленьких, миниатюрных, потому что подчеркнут их хрупкость. Конечно, летом мы не обходимся и без сезона дождей, и для этого случая я предлагаю вам присмотреться к закрытой обуви. Вот такие вот различные мотивы, немножечко, знаете, минимализм, где нет ничего лишнего, либо же взять максимальную классику, похожую на какие-нибудь лоферы, но с открытой пяткой. В светлых оттенках будет хорошо смотреться и в офисном дресс-коде, где недопустимо открытые пальцы ног, но при этом в них достаточно комфортно и не так жарко. Встречайте это лето максимально красивыми, а обувь у вас должна быть удобная, комфортная и тоже красивая. С вами была Люба Платонова, всем пока-пока. Таким было утро среды, мы от всей души желаем всем прекрасного настроения и хорошего, продуктивного рабочего дня. До завтра.